Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в прошлом ролике я привел примеры удивительных пророчеств великого советского писателя и ученого Ивана Ефремова, которые оповергали власти в шок, вынудили на него завести уголовное дело, которое составило 40 томов, и в рамках этого уголовного дела на полном серьезе проверить, не является ли Иван Ефремов инопланетным шпионом, ни больше и ни меньше. Вот как выглядел Иван Ефремов. И я также сказал, что удивительное пророчество Ивана Ефремова поддаются научному объяснению и без инопланетян. И думаю, нам пора поговорить об этом детально. Дело в том, что ноосферное мировоззрение подводит под пророчество серьезную базу. И вначале я хочу сделать небольшое отступление. Я пытаюсь рассказывать о ноосферном мировоззрении на наших ресурсах уже 7 лет. Но нужно прямо сказать, толку от этого было мало. У аудитории не было интереса. Пока я однажды вдруг не заговорил о пророчествах. Все изменилось, как по мгновению волшебной палочки. Интерес к моим публикациям о ноосферном мировоззрении и начал быстро нарастать. Избить эту волну интереса не смогло даже то, что 29 сентября этого, 2023 года, Роскомнадзор заблокировал мой канал на Дзен. Поскольку на нем, якобы, есть распространяемая с нарушением закона информация. Новый канал тоже начал быстро набирать обороты. Для меня оказалась полнейшая неожиданность о том, что люди так хотят знать будущее. Видимо, потому что я сам всегда предпочитал будущее создавать, а не смотреть на него. Вместе с тем, тема о пророчествах очень важна в ноосферном мировоззрении. Я уже говорил, что современная наука все вернее начинает понимать значение пророчества. А оно, кстати, непереоценимо. И все больше ученых признают, что существует методика, которая позволяет видеть будущее. Сегодня ее принято называть гипнотическая прогрессия. Но здесь нужно добавить, в этом вообще-то нет ничего нового. Методика гипнотической прогрессии и родственная методика гипнотической регрессии известны человечеству уже тысячи лет. В индуизме и буддизме они называются медитацией. Новососеры об этом предпочитали помалкивать, поскольку они противоречили коммунистической доктрине. При царе и сейчас же предпочитают помалкивать, поскольку они противоречат доктрине православной. Однако научных данных об этом все больше. И замалчивать эти факты все сложнее. Особенно в эпоху интернета. По пророчествам у Ивана Ефремова, кстати, здесь тоже скоро все изменится. Как я уже сказал, новый великий лидер России, вернее его деятельность, приведут к тому, что произойдет вторая великая революция. ВВР. И она приведет к первой ноосферной эре. Эре мирового воссоединения. ЭМВ. И это, помимо многого прочего, означает, что полностью изменится научная парадигма. Человечество примет медитацию, как метод научного познания. И самое главное, этот метод на равных будет сочетаться с современным. Через расчет и эксперимент. Иван Ефремов много писал об этом в своих книгах. Как я уже сказал в прошлых роликах, первый раз он попытался ознакомить население Советского Союза с гипнотической прогрессией и гипнотической регрессией еще в 1943 году в рассказе «Иллинский секрет». Но тогда цензура не пропустила этот рассказ. Вторую попытку он предпринял в 1963 году в романе «Лезвие бритвы». И тогда все сработало. Дело в том, что он придумал материалистическое объяснение регрессии. Индуизм и буддизм объясняют регрессию пробуждением памяти о прежних жизнях. В «Лезвие бритвы» же Иван Ефремов назвал это генной памятью. И властям это очень понравилось. Да и то, все дело оказывается в генной памяти, а не в религиозных представлениях о реинкарнации. Поэтому ему дали в 1966 году опубликовать «Иллинский секрет». Впрочем, тем, кто в теме, было с самого начала ясно, что это уловка. При регрессии у человека пробуждается память о всей прежней жизнях. От рождения до смерти. Гены же передаются в момент зачетия. И если это генная память, то мы по определению не можем помнить, что было с кашем с нашим отцом после того, как он нас зачал. Но эта уловка сработала. И сработала потрясающе. Не только в советской, но и в мировой научной фантастике появилась куча произведений по генной памяти. По сути, они сформировались в самостоятельно научно-фантастический жанр. Глупость человеческая безгранична, как известно. Но эта уловка позволяла материалистически объяснить регрессию, но не прогрессию. Поэтому о прогрессии очень осторожно. И не вдаваясь в подробности, он позволил рассказать себе в своем романе «Час быка». Но ему, тем не менее, удалось там показать весь колоссальный потенциал прогрессии. Главное здесь то, что будущее не предопределено. В эзотерике это называется. Будущее много вариантов. И если мы поступим так, то будущее будет одним. А если этак, то другие. Это, кстати, неплохо удалось показать в сериале «Вольф Мессинг», видевшись сквозь время. Вот предсказание Мессинга нацистской верхушки. «Берлин, 1938 год. Вольф Мессинг на сцене демонстрирует свой коронный номер. Впадение в кататонический транс». И вроде все идет как обычно. Но те, кто видит шоу уже не в первый раз, понимают, что-то не так. Менталист вдруг замирает, словно им кто-то управляет, как пуплой марионеткой, и произносит закрытыми глазами. «Я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина. Я вижу мертвого фюрера. Я вижу Германию в руинах. Всего этого не избежать, если Гитлер двинется на восток». После этого Мессинг падает на сцену без чувств. Его уносят помощники. Зал пребывает в шоке. А за кулисы уже бегут солдаты со свастиками на рукавах. «А вот хрущен». «Я вижу». «Я вижу». «Что, что, что, что?» «Вижу, вижу». «Войны не будет». «Оба». «Во это не будет». «Вы уверены?» «Да». «Да». «Только вы должны уступить. Нужно убрать ракеты, скобы». «Кранди тоже пойдет на что-то существенное для США. «Они нету в Турции, в Италии тоже какие-то ракеты. «Они уступят. Уступят. «Только вы должны это сделать, и тогда войны не будет. Я это говорю с полной ответственностью. «Только, пожалуйста, сделайте это. «Мир стоит на грани катастрофы. «Если вы уступите, войны не будет. «По крайней мере, до тех пор, пока я жив, слышите, Никита Сергеевич». «Уступить». «Да, уступить». «Уступить». 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 «Что здесь главное? Если Гитлер нападет на Советский Союз, то танки с красными звездами будут на улицах Берлина. И если не убрать ракеты с Кубы, то будет Третья мировая война. Будущее в данных случаях зависело только от Гитлера и от Хрущева. И то, что Хрущев прислушался к Мессингу и выбрал оптимальный вариант будущего, очень может статься спасло нас всех. Теперь, надеюсь, понятно, насколько колоссален потенциал прогрессии и нового метода научного познания. Иван Ефремов выразил эту мысль в романе «Час быка» так. «Только в раннем возрасте до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов прорываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными. Например, ясновидение, телеакцепция и телеконент, телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма – кундалини, сила полового созревания. И в данном контексте для нас, понятно, особо важна мысль – умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Кстати, из этого вытекает еще одна интересная мысль. Если понимать эту деталь, то становится ясно, что земляне, герои романа «Часбака», якобы погибшие на том матче, не могли там погибнуть. Да еще так глупо. Земляне будущего, в силу того, что изменилась научная парадигма, владели методикой гипнотической прогрессии на уровнях, о которых сегодня мы не можем не то что мечтать, но даже и представить. Афай Родис, у Ефремова, вообще ранжиев. Но самое главное здесь даже не это, а то, что двум группам землян обязательно нужно было остаться на тормонте. Одной в головном полушарии планеты, а другой в постовом. Высшие способности сознания, или, как пишет Иван Ефремов, способности прямого луча, были пробуждены не только у землян, но и в высшей тормонтианской оригархии. И Ефремов весьма прозрачно дал это понять. А значит, тормонтианскому подполью, без помощи землян было ее не победить. И чтобы это стало понятно нам с вами, думаю, мне нужно немного рассказать об этих способностях и самое главное способах их пробуждения. Как справедливо заметил Иван Ефремов, эти способности тесно связаны с кундалини, силой полового созревания. И по большому счету, способ их пробуждения три. Первый – это йога, ну или предельное воздержание секса. Так давление на кундалини позволяет их пробудить. Второй, менее известный – тантра. Или, скажем так, предельное не воздержание секса. Так их можно пробудить, воздействуя с другой стороны. Оба способа небезопасны, и последствия их применения могут быть самые плачевные. Поэтому земляне будущего у Ефремова остановились на третьем способе их пробуждения. Через розу. В андуизме он называется – раджа-йога. Его европейцам в свое время открыл свами Вивекананда. И ясно, что прототипом героя лезвия бритвы – Витаркананда – был свами Вивекананда. В раджа-йоге есть две методики пробуждения этих способностей. Применяя галлюциногены, этот способ Иван Ефремов также описал в лезвии бритвы. Там для этого используется ЛСД. Этот способ можно применять только под руководством опытного специалиста. Второй способ – куда проще, хотя он и куда менее эффективен. И его можно применять даже в одиночку. Он состоит в непрорывном сматривании в хрустальный шар. Желательно ограненный. Вот вроде этого. В ходе всматривания человек впадает в транс. А транс, в свою очередь, ведет к пробуждению высших способностей. Это Иван Ефремов кратко описал в честь ИБК. И понятно, он ничего не мог пояснить. Вот как проводит секанс в прогрессии главная положительная героиня романа – Фай Родис. Родис убрала зеркало, сбросила платье и легла на диван, расслабив тело и уставив взгляд на синеватый, чуть цветящийся шар на голову. Она оставалась в неподвижности около трех часов, пока в системе концентрических кругов на потолке не загорелась желтая точка и не раздался слабый звон. А вот как главный отрицательный герой тормонтианский диктатор Чойо Чагас. Чойо Чагас протянул руку к шкафчику, нашарил тайную пружину и извлек из выскочившего ящичка шарик пахучего черного вещества. Он положил ее в рот и медленно жуя, устоялся в глубину хрустального шара. Здесь также интересно, что Фай применяет эту методику, так сказать, чистом виде. Чагас же, сматривание в шар, сочетает с применением некоего галлюциногена. Но и ясно, раз тормонтианские оригарки умели видеть будущее, то тормонтианскому подполью было их не победить. Пока подпольщики сами не научат совершенствовать, пробуждать у себя способности прямого луча. Почему двум группам земляна нужно было остаться на тормонте? Первый раз час быка я прочел в детстве. И у меня сразу возникло чувство, что с гибелью землян что-то не то. Дальше я стал кадровым офицером вооруженных сил и узнал, что такое оперативно-агентурная работа. И меня поразило, до чего же действия землян похожи. На операции внедрения и прикрытия. Но окончательно все встало на свои места, когда я узнал о методике гипнотической прогрессии и гипнотической регрессии. Дальше мне стало просто очевидно, что Фай ну никак не могла погибнуть в храме всемогущего времени, а группа Теви Сахинаку в мертвом тормонтианском городе Кеннанте. Более того, мне стало ясно, кто вошел в группу Фай помимо Норина. На тормонте осталась еще и Визатанет. Я только когда все это понял, заметил, что ее садаев на тормонте остался бесхозным. Ну а понятно, такое было недопустимо. Намек же на то, что земляне остались живы, есть очень прозрачная прология и эпилогия. Ефремовцы давно заметили, как учитель юных землян похож на Вера Норина. И это в свое время на ефремовских форумах стало предметом многих почти неожиданных предположений. Но понять все окончательно можно было, только узнав, что такое гипнотическая прогрессия и гипнотическая регрессия. А тогда, в нулевые годы, это знали еще далеко не все. По всему, Иван Ефремов мечтал написать продолжение часа БК, в котором хотел воскресить своих героев. Но и зная то, что я сейчас рассказал, уже нетрудно понять, каким образом Иван Ефремов делал свое удивительное пророчество. И, как я уже сказал, для этого совсем не обязательно было предполагать, что он был инопланетянином. Прогрессия и регрессия известны на нашей планете уже тысячи лет. И, похоже, КГБ помешало это понять только идеологическая заширенность. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok